Добрый день, приветствую наших слушателей. Микрофон Владимир Сметанин. Сейчас начну представлять по порядку наших гостей, но одновременно и в роли гостя, и в роли ведущего эксперта Николай Голиков. Николай, приветствую. Добрый день. Давненько не собирались, причем собирались такой мужской компанией, сугубо мужской компанией. И вот понимаешь, наверное, не собирались бы еще, если бы такие прекрасные гости сегодня. Просто, сам понимаешь, я не мог такого случая пропустить. Поэтому рад участвовать в этом разговоре. Ну, если мужчины собрались вместе, значит, будут говорить либо о женщинах, либо о спорте. Уж простите. У нас сегодня второй вариант. Мы будем говорить сегодня о футболе. Давненько мы не устраивали именно такую беседу, хотя раньше на нашей волне регулярно выходили передачи с участием именитых спортсменов. И вот как раз сегодня тот случай, когда в очередной раз нам посчастливилось пообщаться, и мы будем общаться с выдающимися футболистами. Давайте их представлять. Валерий Урин, двукратный чемпион СССР в составе московского «Динамо», игрок сборной Советского Союза по футболу, игрок кировского «Динамо» в 50-е, 60-е годы прошлого века, мастер спорта, тренер, ну и так далее, и так далее. Валерий Григорьевич, здравствуйте. Давайте ближе к микрофону немножечко. Добрый день. Приветствуем. Очень рады, да, что вы снова с нами в студии. И Александр Козловский, двукратный чемпион России по футболу, лучший бомбардир футбольного кировского «Динамо» за всю историю клуба «Мастер спорта» и «СССР-тренер». Александр Георгиевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. И еще один наш гость, напоминаю, что у нас сугубо мужская компания, Олег Швецов, президент футбольного клуба «Фанком Киров». Олег, добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, уважаемые ведущие. Очень рад здесь сегодня присутствовать в такой большой компании и поделиться с вами определенными моментами, которые происходят сегодня в жизни города Кирова, в частности, по футболу. Ну что, лето, самое время, по-моему, поднимать именно эту тему. Николай, подхватываете. Я всегда подхватываю. Дело в том, что лето-то лето. У нас сейчас все-таки система-то осень-весна, поэтому летом как-то в последнее время у нас затишки в футбольной жизни, а в этом году тем более такое уже. Но надо сказать вот что еще. Ведь ты говоришь, что недавно в свое время мы очень много говорили про футбол, но где-то года с 15-го тема как-то стала пропадать просто, потому что, ну, вот так получилось. И вдруг, я думаю, вот многие отметили, что где-то вот буквально за последний год ситуация с футболом как-то вдруг у нас активизировалась, понимаешь? Как-то стали много говорить о футболе, стали появляться какие-то новые названия, фамилии новые появляться. И аж целых три команды у нас сейчас играют в третьей лиге. И еще для меня, по крайней мере, ну, такой удивительный факт. Вот ребята у нас, коллеги, журналисты, мы зачастую обсуждаем итоги футбольных матчей. Для меня на самом деле было открытием в определенной степени, что футбол продолжает развиваться, он существует и действительно многие жители нашего города испытывают живой такой интерес к футбольным матчам, которые у нас проходят, посещают, обсуждают и много положительных моментов, таких позитивных отмечают. Ну, это отчасти связано еще с тем, что сейчас все-таки мы же раньше привыкли смотреть хорошие чемпионаты, сейчас мы их не смотрим, да, то есть наши российские команды сейчас не участвуют в европейских турнирах, да, как бы временно отлучены. И поэтому ведь сказано было и на самом верху, что давайте, раз такая ситуация возникла, давайте активно развивать наш, собственно говоря, отечественный футбол, как он есть, да, с самого низу и до самого верха, чтобы постоянно были какие-то чемпионаты, турниры, кубки, чтобы люди ходили на стадионы, болели, чтобы были снова, как положено, полные трибуны. И что-то такое, мне кажется, сейчас стало происходить. Давайте, собственно, зададим этот вопрос нашим именитым гостям. Валерий Григорьевич, Александр Георгиевич, на Ваш взгляд, вот то, что сейчас происходит в российском футболе, это действительно дает надежды на выход нашего футбола на такой иной, совершенно качественный уровень. Как Вы оцениваете, как профессионалы, как люди, которые много десятилетий посвятили своей жизни российскому футболу? Александр Георгиевич, начинайте. По моему мнению, в первую очередь, это дает возможность проявить себя молодым футболистам. Потому что до этого у них все-таки было, в связи с приглашением иностранцев, сложно было попасть в состав. Сейчас для них дорога открывается, есть возможность им себя проявить. А, собственно, школы, вот эти, та сфера, откуда, где молодые футболисты могли бы набираться опыта, учиться лучше играть, это все сохранилось у нас? В нашем городе сохранилось. Сохранилось, да. То есть, основа, она есть. Дети есть, да. И воспитывается их много, есть много хороших ребят. Но, я говорю, действительно были такие условия, что у них было более сложно попасть в состав персоналов там или просто играющих. И такая ситуация, она существовала на протяжении многих-многих лет. Многих лет, когда легионеры, они занимали ведущие позиции. Да, даже если взять город Киров, когда в городе Кирове перестала существовать профессиональная футбольная команда, у молодых людей тоже возникла проблема. То есть, они прекрасно обучались там в спортивной школе, участвовали в детских турнирах, может быть, в юношеских. А после этого куда? Либо уезжать, либо завязывать футболами. Либо искать в другую сферу деятельности вообще. А сейчас, мне кажется, как раз такой момент возник, когда у них возникла эта перспектива. Я почему говорю, что у нас уже возникли три клуба. Может, мы попросим еще Олега Владимировича прокомментировать немножко ситуацию. Как сейчас у нас? Олег Швейцов, напоминаю, президент футбольного клуба «Фанком». Это один из клубов, который принимает активное участие сейчас в соревнованиях. Все верно, да. Ведь не секрет, что футбол был, есть и остается один из самых популярных видов спорта. Спорт номер один. Номер один. Все скрывать. И не стало исключением. Поэтому и для нашего города люди у нас любят футбол, желают участвовать. И желают, чтобы была команда, куда можно было приходить, поболеть. Значит, соответственно, увидеть замечательные результаты. Но, к сожалению, вот пять лет назад, да, правильно констатируете, что произошло обстоятельство, что команда профессионально не стала. И некий был вот этот период за тиши, за тухание такого в плане того, что никто не обращал внимания на футбол, все сами по себе двигались. Но на сегодняшний день реально вот этот год прямо качественно показал, что те люди, кто заинтересованы в развитии, кто желают развития, они все силы приложили для этого и произошли прямо существенные изменения. Значит, сегодня, да, вы правильно говорите, что три команды участвуют, и мы продвигаем кировский футбол. Достаточно ведь сказать, что от областей в три команды ни от одной области такого не происходит. Олег, я прошу прощения, а давайте мы конкретно про футбольный клуб Фанком поговорим. Я думаю, что да, для многих это будет являться открытием, что у нас есть такая команда, и она активно участвует. Да, ну, Фанком, да, в принципе, футбольный клуб Фанком, он вообще создан семь лет назад. Мы играли здесь на местном уровне, значит, занимались больше, скажем так, участием в областных соревнованиях. Ну, вот так сложилось, что в том году, значит, я заметив группу, ну, команду из ДСШ-5, которая, перспективные ребята, которые, в принципе, хотели и желали дальше двигаться. Это наша основная такая футбольная поросль, да? Поросль, да. Если не ошибаюсь. Кузницы кадров. Кузницы кадров. Да, они оттуда, значит, там занимались, но так как не было профессиональной команды, ребята, соответственно, не понимали, что им дальше и куда двигаться. Мое предложение к ним было, значит, объединиться и попробовать свои силы в нашем клубе с участием. В том году мы играли, значит, на Кубке, вообще в чемпионате области, выиграли Кубок области вместе. А в этом году я им уже обещал, и мы это целенаправленно шли к этому, что мы будем играть в третьем дивизионе, в третьей лиге. Так и произошло, и вот на сегодняшний день команда участвует в этих соревнованиях. Сколько лет ребятам, чтобы конкретно понимать, о ком идет речь? Да, мы основываемся, прежде всего, на своих, значит, воспитанников. И, соответственно, по возрасту ребята 19-20 лет, то есть это наша перспектива, это наша молодость, это будущее наше, которое, в принципе, впоследствии мы очень надеемся, что на основе вот этого состава и других, кто будет, значит, дальше выходить из других школ и из США опять будут объединяться, и будет достаточно уже более боевая, более такая команда, которая сможет решать более высокие задачи. Команда сейчас полностью укомплектована. Есть резерв? Все верно, да. Есть тем, кем можно заменить, если что-то там случается. В общем, да, скамейка запасная, все в порядке с этим. Да, безусловно, это имеется, но, к сожалению, все равно вот мы столкнулись с нехваткой кадров, потому что ребята 2002 года, которые сейчас играют, так или иначе, мы не смогли всех удержать. По тем или иным причинам кто-то просто смог, ну, закончил футбол по своим обстоятельствам, по семейным, кому-то в армии вот сейчас в армию уходят, поэтому нам пришлось докомплектовывать ребятами из Нижнего Новгорода. Но это незначительная часть. Вот в последний матч у нас играло всего два человека, все равно основа это ребята из города Кирова. Ну, все-таки не из Бразилии, собственно говоря, из Нижнего Новгорода, тоже наши русские люди, да. Совершенно верно. И самое главное, что... Это нормальная практика совершенно. Эти ребята этого же возраста, им они легко влились в клуб, они влились в взаимопонимание, у них получилось, и они друг друга легко находят на поле, и уже взаимодействие происходит на своем уровне, в том ключе, в котором необходимо. А если сейчас вот у кого-то, у молодых парней из Кировских именно есть желание поучаствовать на таком высоком уровне, возможность попасть в ряды фанкома, она есть? Каким образом, какими путями туда? Да, безусловно, у нас двери открыты, и вот в частности сейчас мы просматривали же двух игроков, наших же Кировских, но которые уезжали в Казань, играли в дубле там за Рубин, но вернувшись сейчас, вот они как раз проходят такую адаптацию, и тренерский состав работает с ними, и по показателям, которые они сейчас, значит, покажут, будет ясность, что смогут они заиграть в команде или нет, потому что желание, конечно, это здорово, но так или иначе уже этот третья лига, хотя это не первая там и не высшая лига, но уровень команд очень высокий, и здесь уже нужно, помимо желания, нужно все равно определенными владеть навыками и умением. Я хочу немножко дать Олегу отдохнуть, наши уважаемые гости, да, вы же посетили матч, я как понял, да, посмотрели, как фанком играют? Да, ваше мнение тоже очень интересно было бы узнать. Вы знаете, мы были... Это Валерий Григорьевич, будем, да, напоминаю. Мы были на игре фанкома, и нам очень понравилось, потому что та игра, которую показывает фанком, он близок к уровню, так сказать, команд. Вот сегодня мы утром смотрели Нижний Новгород и Сочи, и вот мы с Сашей обменивались мнениями, я говорю, что фанком играет гораздо быстрее, чем играют эти команды, топ-команды. Там, конечно, выше техника, понимание игры и так далее. Но это радует, потому что если пошло развитие футбола, и в связи с теми санкциями, которыми наложили, допустим, на Россию, и с тем, что футбол, так сказать, от игр, чемпионатов мира, это даст развитие футбола, потому что, например, в Москве, я работаю вот 30 лет уже в школе трудовой резервы, мы просто радуемся, потому что ребята почувствовали, что они могут играть, и что на них обращают внимание. То, что делает Олег Владимирович совершенно правильно, потому что ведь кировский футбол всегда был на виду и всегда на слуху, потому что во многих командах не только в высшей лиге, но и во второй, и первой играли кировчане, играли очень здорово. Поэтому мы надеемся, мы надеемся, как ветераны, что все-таки футбол в Кирове будет развиваться и принесет тот импульс развития футбола, который должен быть, потому что вятский футбол всегда был очень интересный, понимаете. Если вспомнить 50-е и 60-е годы, когда на Динамо нельзя было попасть, вокруг стадиона стояли толпы людей, это о чем-то говорит, понимаете. И вот этот спад, который сейчас произошел, я надеюсь, что с такими людьми, которые сейчас занимаются футболом, развитием футбола в Кирове, даст свои плоды. И мы будем надеяться, что все-таки у наших ребят заиграют в командах мастеров высшей лиги. Так, Валерий Григорьевич, хорошо, похвалили. А какие, как принято говорить, точки роста видите, да, на что сделать упор, на что обратить внимание, на чем надо еще поработать. Вы понимаете, в чем дело, что то техническое и тактическое образование, которое они должны получить, это идет через труд, во-первых. Во-вторых, это игры с теми людьми, которые им будут смотреть. Вот вчера мы были, малышей награждали за какие-то там первые места. Вот, и это очень приятно, что стоят мальчишки, и они видели тот футбол, который показывают кировчане. И надо сказать, что кировские динамы, там, как нам сказали, играли ребята, которые играли в командах второй, первой лиги. Они показывают футбол очень интересный. Вот, и когда ты зрелищно смотришь на этот футбол, ты по неволе учишься и прибавляешь. И поэтому мы надеемся, что в развитии футбола в командах «Фанком», «Динамо», «Киров», хотелось бы, конечно, чтобы они объединили свои усилия для развития вятского футбола. Это был тот толчок, который действительно привлечет, кировчан вернет на трибуны кировского стадиона «Динамо». Я как раз хотел сказать, мы начали несколько раз, сказали, что три команды играют. Во-первых, давайте их назовем. То есть, это, конечно, «Факел», он играет, да, в любительском дивизионе. В третьем дивизионе это «Факел», это «Динамо», которое уже упомянули, это «Фанком» «Спортшкола-5», да, вот эти три команды. И как бы вот еще, по-моему, года два назад, когда Дюков к нам приезжал, речь шла о том, что в Кирове пора создавать команду мастеров именно, чтобы она играла уже в профессиональной лиге. И вот у меня такой вопрос, может быть, не знаю, ко всем. Вот это то, что у нас прекрасно появились три команды. Они все, кстати, хорошо выступают в своих группах. Вот я смотрю, слежу, да, то есть хорошие результаты и у «Фанкома», и у «Динамо», и у «Факела». Ну, у «Факела» может быть чуть хуже, чем обычно, но тем не менее, как бы, они играют хорошо. И получается такая некоторая, столь, раздробленность, я не знаю, как-то. Ведь речь-то идет, у нас не может быть три клуба, скажем, профессиональных, да? Это многовато для одного города. Ну, почему бы и нет? Ну, слушайте, даже... Там, при идеальном стечении обстоятельств, да? Даже в Питере, по-русски говоря, даже в Питере, да, одна команда условная, одна команда, вот, может быть, на самом деле, вот, что мешает вот этому движению, чтобы что-то единое получилось? Я не знаю, может, кто-то скажет это, что сделать? Олег, Олег Швецов. Ну, вы понимаете, вот, как раз это обстоятельство, сейчас вы сказали про три клуба, я думаю, что это получилось из-за того, что вот этот спад произошел, и каждый по-своему хотел что-то внести, что-то сделать для футбола именно здесь у нас, на авиатской земле. И не было единого центра, да? На сегодняшний день мы же видим то, что происходит, то, что уже сейчас начинает, значит, воплощаться, это и в Рио, значит, у нас губернатора, да, Соколов, и, соответственно, и другие, значит, федерация футбола, то, что все пытаются на сегодняшний день настраивать, чтобы Кировская область именно получила профессиональную команду. И, конечно, этот посыл, он будет служить определенным объединением всех вокруг этой команды. Ну, давай вот тоже, кстати, вспомним, что, смотрите, уже у нас и в Рио встретился уже с тем же Дюковым, по-моему, да, вопрос решили о футбольном поле. Детский футбольный центр. Да, именно о полноформатном, как я понял, футбольном поле, да, то есть такое вот именно настоящее футбольное, именно не комбинированное. Потом у нас спортшколы получают определенный статус. Кстати, что этот статус дает? Ну, досконально я, конечно, сейчас могу ошибаться, не скажу, но... По крайней мере, то, что вам известно. Да, что известно, это о том, что в любом случае не только статус, это дополнительное внимание со стороны РФС, а в качестве это дополнительный, значит, стимул в финансовом плане... То есть финансирование. Финансирование, да, безусловно, безусловно. То, что вам, собственно, не хватает в случае. Да, этого, как всегда, не хватает. И это будет, безусловно, определенным дополнением для того, чтобы развитие происходило в правильном ключе. А по поводу этого нового футбольного поля, я, как человек, не очень погруженный в эти новости, я недопонял, честно говоря, где его планируют разместить? Или пока это неизвестно? Нет, на сегодняшний день вариант не определен, потому что, насколько мне, вот я осведомлен, и поле, и на Динамо, оно нуждается в реконструкции, то есть там подходит срок годности у поля. Есть те стадионы в городе, ну, которые вообще не обделены вниманием, да, вот такие стадионы, как Дружба, вот если обратить внимание, проезжаете мимо. Ну, заросло дуванчиками, ну, честно, это как бы более... А раньше этот же стадион принимал, и хороший матч, и борьба была там, и зрители ходили. Такой стадион, как «Локомотив», тоже вот он подведомственный СРЖД, но, к сожалению, тоже в подвисшем состоянии. И, конечно, здесь уже пусть, я думаю, что руководители у нас высшего звена разберутся и увидят, где... Потому что, если мы говорим про вторую лигу, здесь необходимость в качественном стадионе, это в первую очередь будет за основу браться, а из-за чего? Потому что определенные требования... Ну, там не только к полю требований, а к самому стадиону. Совершенно верно, да. К местам для болельщиков там серьезное требование. Да, инфраструктура в целом, да, да. И тут, если вот планировать, что это поле, скажем, могло бы быть рабочим для уже профессиональной команды, то надо уже с учетом того, что и на какой именно стадион его класть, чтобы это была перспектива. Все верно, есть определенные требования к стадиону, которые, ну, достаточно непростые, и здесь нужно именно структурно посмотреть, где и не ошибиться, потому что поменять просто газон, это самое несложное, я думаю, что в какой-то степени, в какой-то моменте вещь. А другое дело, что где он расположен, там в частности сейчас очень большие требования по антитеррористической составляющей. И здесь у нас несоответствие, надо констатировать, есть. И поэтому здесь работа должна быть выстраиваться именно с перспективой на будущее, чтобы потом не переделывать, а именно сделать такой центр, который будет не просто принимать домашний матч, а именно будет уже каким-то таким звеном в городе Кирове, который потом на будущее останется и будет не стыдно за него. Ну, слушайте, а может быть позволить себе пофантазировать? Все-таки круглая дата у нас грядет, 650-летие Кирова. Почему бы новый футбольный великолепный стадион не сделать бы такой прекрасный подарок городу? Ветераны, присоединяйтесь. Да еще и новую футбольную команду. Еще и новую футбольную, профессиональную. Только приветствуем, конечно. Поближе к микрофону, да? Конечно, приветствуем обязательно. Для развития футбола нужны, конечно, прекрасные стадионы. Вы, наверное, знаете, читаете, что сейчас идет тенденция вернуть то, что было на стадионе Динамо в Москве. Там были ларьки, где продавали выпивку, пиво и так далее. Разносили глинтвейн по трибунам. И сейчас все-таки приходят к этому мысли, что действительно надо все-таки привлечь людей не только зрелищем, но надо где-то не только продавать квас и так далее. Ну, где-то немножко осуществить. Ну, такой, да, перед перечнем предоставляемых услуг, да, непосредственно. Конечно, конечно. Потому что и в Москве все говорят, то если будут пиво продавать, конечно, я пойду и так далее и тому подобное. Потому что ведь... Вот на всякий случай надо добавить безалкогольное, что-нибудь, да? Да, безалкогольное пиво, пожалуйста, понимаете. Дело не в этом. Дело все в том, что люди должны объединяться чем-то, понимаете. И когда приходят... Сейчас в Москве, вот интересно, на Динамо приходят люди с детьми. С детьми это очень здорово, понимаете. Примерно с детей, с маленькими. Они видят, они вникают и так далее и тому подобное. То же самое было в Кирове в свое время, понимаете, когда была масса народу. И вот это понимание того, что хотят увидеть люди на стадионах, это очень важно. И поэтому руководству надо обратить на это внимание. Просто не замыкаться тем, что... Вот мы с Сашей были почти во всех странах мира. И там, так сказать, вопрос не стоит, особенно о том, чтобы люди приходили и не получали того, что они хотят получать и то, что они должны получать. Поэтому здесь нам нужно возвращаться к своему, так сказать, народному. Александр Георгиевич, вы что-то отмалчиваетесь. Последние минуты присоединяетесь. Вы как оцениваете перспективы возможности создания единой команды, да, профессионально? Ну, не забываю, что Александр Георгиевич играл, когда Динамо счастливейшие свои годы проводила в первой лиге, в золотое время, да. И тогда ведь не было вопроса привлечения людей. Люди валом тоже валили после шестых годов, после некоторой паузы. Прежде всего, команда своей игрой привлекает зрителей на поле. Безусловно, да. Первое. Это первое. Ну, а второе, конечно, новый стадион, если появится поле футбольное, то, естественно, какой-то живет интерес, просто вот у людей любопытство, и все, и посмотреть, как будут выглядеть команды на новом поле. А вот мы часто говорим «Кировский футбол», «Вятский футбол», подразумевая как нечто вот такое уникальное, да. Можно спросить, а в чем вот фишка, фишки ключевые вот именно кировских футболистов? Что это? Это техника, это какое-то мышление стратегическое. Жекать, выносливость. Выносливость, не знаю, скоростные какие-то вот характеристики. Ну, многие кировские футболисты... Вот сразу видно, кировский футболист, он из Кирова, кировская школа. Многие кировские футболисты отличались скоростью, самодачей, самодачей. А что у них таких техников, как Виктор Шулятьев, Виктор Яршов? Другие, да, Шулятьев, Яршов, были такие игроки, которые просто так с мячом не расставались. Юра Шевцев. В общем, много-много можно назвать имен и фамилий. Ну, так вот у нас Александр Козловский, как сейчас говорят, обалдавший, часто называют таким термином инстинкт-убийцы, да, вот так говорят у футболиста, у форварда, да, у Голиадора, да, то есть, вот, неотъемлемый, когда человек, если он близок к вратарской, то это гол. То есть, как он вцепится и, собственно, доведет замысел. Он обязательно мимо вратаря ударит, понимаешь? Доведел замысел до конца. Ну, точно, ворота, да, то есть, вот тоже такое свойство интересное. Но таких вот чисто авиатских, то есть, нет особенных, да, чтобы сказать, вот сразу видно, как говорят, вот сразу видно бразилец, да? Сразу видно кировчанин. Олег, да, вот сейчас, а вот звезды сейчас есть, вот вы наблюдаете за ребятами, за своими подопечными, вот прям парни, которые, ну, действительно, выделяются среди остальных, есть такие? Да, есть, конечно, безусловно, но я о чем хотел сказать, я сейчас вернусь к этому, что все равно футбол у нас изменился, вот если брать наших дорогих ветеранов, и сейчас футбол современный. Футбол уже не тот. Не то, что не тот, но он просто на других основах, на соположениях, раньше больше, значит, это были индивидуальные проходы, там, какое-то, значит, взаимодействие, именно какая-то передача, красивый какой-то проход у того или иного игрока. На сегодняшний день это больше командная, наверное, работа, и такой больше закрытый футбол, честно, он немножко, может быть, в зрелищности потерял, можно это констатировать, в том плане, что нет, конечно, таких прямо самородков, тех, которые вот ковали, значит, славу футбола. Которые тащат за собой всю команду. Но ведь, если посмотреть, во многих командах на сегодняшний день именно присутствуют такие звезды, и они решают определенные результаты. Но есть и варианты, где именно команда выигрывает, вот, в моей памяти, вот сборная Греции, ничем, значит, себя не проявившая, но стала чемпионом Европы, именно за счет командных действий. И причем никто фамилии этих футболистов не запомнит. Не помнит, да, и не вспоминает. Отсюда, конечно, мы ждем и надеемся, что такие ребята появятся, и задатки у многих есть. Вот, в частности, даже вот мы, можно сегодня упомянуть, вот у нас Андрей Малых есть, я считаю, что это уже наша, тоже, значит, звезда, можно об этом говорить, который забил решающий гол и перевел команду Оренбург. Игрок фанкома, да? Нет, нет, он Оренбург, капитан команды, да, 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 поэтому сейчас есть тоже у нас... Это сейчас вообще в Оренбурге, это просто не знаю, там, его на руках носят, да. На руках, все верно, да, поэтому мы очень ждем... Он вернул большой футбол в Оренбург. И у нас много ребят, которые, в принципе, играют сейчас на хорошем уровне. Вот Александр Мясников, он вернется, как мне подсказывают, там, Артем Пасько, сейчас Алексей Скворцов, это все те воспитанники нашей, значит, школы, но они уже достаточно на высоком уровне поигравшие, они показывают хороший современный футбол, и мы будем надеяться, что в связи с их приходом вот этот будет толчок именно нашим ребятам, которые на сегодняшний день, ну, скажем так, есть к чему им стремиться будет. Олег, а как вообще мотивирует ребят заниматься, показывать высокие результаты, выстроенная какая-то система, там, в том числе и материального поощрения? Ну, безусловно, на сегодняшний день, так или иначе, без финансирования, без определенных стимулов именно по зарплате, ну, здесь было тяжело, наверное, разговаривать, потому что, ну, жизнь протекает в таком ключе, что ребята, они не 100% профессиональной основе этим занимаются, все равно они где-то на сегодняшний день работают, учатся, и без поддержки финансов им бы тяжело было бы существовать. Поэтому, конечно, но это не основа. В любом случае все заинтересованы и желания у многих, и я думаю, что у большинства в том, чтобы показать себя и доказать, что не зря, значит, все эти года он занимался, и не зря он достиг определенного уровня, чтобы это не осталось не только на уровне Кировской области, а именно его увидели и, значит, обратили внимание уже на более крупных соревнованиях. А вот вообще перед командой какая-то цель ставится, например, на какое-то место по итогам сезона? Определенная планка, которую нужно достигнуть. Да, мое мнение, конечно, цель должна ставиться, иначе просто игра, но она, конечно, интересна поболеть, походить, но все равно футбол и вообще-то вся игра создана для результата, и мы так или иначе желаем и ждем результата. Поэтому, конечно, цель необходима в другом плане, что они должны быть... Реальны. Реальны, да. Реальны, да. Ну вот реальная цель на этот сезон. Реальны, честно, как бы мы первый год, значит, в этом плане зашли, значит, в этот турнир. Отсюда нам надо было, значит, в первую очередь показать, посмотреть, что это себя представляет. Что за уровень, да. Да, что за уровень, понять, оценить, понять, какие недоработки у нас существуют, где нам надо усилиться, где нам нужно что-то изменить, и уже с учетом вот этих, значит, изменений сделать выводы для следующего сезона, и провести определенную работу. А на следующий сезон уже за самые высокие цели? Вы знаете, конечно, вот здесь ситуация, если бы ничего сейчас не поменялось, то, конечно бы, и задача стояла, что и команда Фанком планировала идти и дальше, не останавливаясь на третьей лиге. Но я очень рад, что сейчас происходят такие прям существенные глобальные изменения, и мы, безусловно, будем поддерживать, чтобы от лица Кировской области на таком уже серьезном высоком уровне выступала одна команда. И тут, безусловно, одному вот мне бы с этим не справиться. Здесь нужна многогранная поддержка, и вот в лице руководства, что сейчас это заявление происходит, и встречи, и планы, какие выстраиваются, мы безгранично рады и максимально будем поддерживать и подстраиваться все, что от нас необходимо для того, чтобы вот эта команда заиграла. То есть, если идея вот этого создания единого, как бы, Кировского клуба, она станет более реальной, вы готовы в этом участвовать, да? Безусловно, сто процентов. Один в поле не воин. Здесь консолидация всех сил, она приведет к более лучшим результатам, чем мы будем каждый по своему пути двигаться. Почему? Потому что ведь школ, давайте честными, в городе нехватка школ, именно в том плане, что резервы не безграничны. Не тот поток, да. Да, и здесь именно качественных футболистов лучше отбирать и проводить их именно в одну команду, чем они будут распыляться в разных коллективах. Ну, я думаю, что на конкретных мерах и на том, какие непосредственно шаги стоит делать в направлении создания единой команды, мы уже после рекламы поговорим, просто время паузы небольшое подошло, продолжим через минуту. Продолжаем нашу передачу. Владимир Сметанин, Николай Голиков и еще раз наших гостей давайте напомним, представим. У нас сегодня в гостях Олег Швецов, президент футбольного клуба «Фанком» или «Фанком Спортшкола 5», я не знаю, как точно его назвать, потому что одно название это в третьем дивизионе, одно название в чемпионате области, но клуб один. Валерий Григорьевич Урин, двукратный чемпион СССР в составе московского «Динамо», игрок сборной СССР по футболу, игрок Кировского «Динамо», мастер спорта СССР тренер, ну и Александр Козловский, двукратный чемпион России по футболу, лучший бомбардир футбольного клуба всех времен. Да, ну давайте вот сейчас сосредоточимся на тех моментах, на тех шагах, которые нужно предпринимать сейчас для выведения кировского футбола на качественный новый уровень. Я думаю, как раз больше сейчас давайте вот нашим гостям заслуженным, у которых огромный опыт, которые много где работали, от чего вот это вот, кто должен стать во главе этого процесса, как вы думаете? Я думаю, что должен стать губернатор во главе всего этого дела, возглавить этот футбол и помогать людям, которые раздевают и стараются поднять кировский футбол на тот уровень, который везде и всегда пользовался большим успехом. Люди, которые, так сказать, обладают определенной властью и возможностями, должны помогать людям, которые занимаются, как вот Олег Владимирович, так сказать, прилагают усилия для того, чтобы развить этот футбол. Здесь должна быть и государственная поддержка. Ведь все знают, что указ президента о развитии футбола сейчас играет очень большую роль. Но иногда на местах на это не обращают внимания. Это очень жаль, потому что для того, чтобы в одиночку сражаться там с кем-то, что-то такого добиваться, это неправильно, это не по-государственному. Я считаю, что здесь государственные органы... Ведь был такой генерал Мазуркевич, да, здесь в Кирове? Мазуренко. Мазуренко, простите, который поднял кировский футбол. Ведь его до сих пор в Москве все знают и помнят и благодарят за то, что... И в Кирове все знают и помнят до сих пор. Да, конечно. Вы понимаете, в чем дело. И поэтому этим людям, которые занимаются развитием футбола, нужно оказывать помощь такую, которая бы действительно дала развитие кировскому футболу, в связи с тем, что я еще раз говорю, та ситуация, которая сложилась в России, не должна соответствовать упадку российского футбола, а наоборот, развитию тех молодых людей, которые будут показывать в обязательном порядке, я не сомневаюсь, игру международного класса. Здесь тоже зависит от того, вот первое лицо, да. Первое лицо может просто не понимать, быть равнодушным к футболу, и как-то, ну, не врубаться в тему, да, по-русски говоря. Вам же доводилось работать, где вот есть люди увлеченные, например, или тот же Мазуренко вспомнить, да? Он был на футболе, он ходил на футбол, и вместе с ним еще и все его замы приходили. Как думаете? В обязательном порядке. Думать нечего, я же вам рассказываю о долгих. Кто такой? Вы рассказывали, когда эфира не было. Вы же в эфире рассказывали. Сейчас можно повторить, да. Да, пожалуйста. Я работал в Красноярске, и в развитии футбола началось... В Красноярске поднялся футбол. Вы знаете такие фамилии, как Тарханов, Романцев, Гладилин, Варламов. Люди, которые... Затем Варлам Романцев вообще стал старшим тренером сборной команды. А я лично брал его из групп подготовки. Ребята, которым было по 16-17 лет. Понимаете? Для того, чтобы в Красноярске был футбол, нам пришлось привлечь руководящих товарищей, которые, кстати, оказались очень хорошими людьми в плане того, что они понимали, чтобы народ... Вы сами любили футбол? Да, конечно. И мы подняли футбол до того, что там 32 тысячи в стадион в Красноярске. Он заполнялся полностью. Потому что мы начали с того, что, правда, приглашали команды. Люди, которые летели в Ташкент, они летели через нас. Это и было и ЦСКА, и Спартак, и так далее, и тому подобное. И играли с ними на равных. Играли. Мы собрали очень хорошие команды. Еще раз повторяю. Вот у нас были молодые футболисты, были. И были очень солидные футболисты. И этот подъем красноярского футбола существовал все четыре года, в которых я, например, там работал. Стадион был 32 тысячи, всегда заполнен. Потому что была интересная, содержательная игра. Поэтому помощь руководства города и области, я считаю, незаменима. Да вот то, что сейчас вы видите, первые шаги временно исполняющего обязанности губернатора в нашем регионе. То есть, в первую очередь, внимание на детский спорт. Это верный шаг? Абсолютно верный. Абсолютно, да? Абсолютно верный. Давайте возьмем Краснодар Голицкий. Свои воспитанники уже заполнили первую команду, которая выигрывает у всех команд, собственно говоря. Это свои воспитанники, понимаете? Значит, он видит развитие футбола в крае. И футболисты... Я не верю, что в Киевской области нет футболистов, хороших, молодых футболистов. Поэтому Олег Владимирович подтвердит это. И я думаю, что этим просто надо заниматься. Ну, здесь ведь тоже такой момент у нас, да, у нас в спортшколе очень много футболистов. Но из того же Краснодара, из того же Ростова приезжают сваты и тихонечко высасывают у нас хороших-то парней. Сколько их сейчас там в интернатах живет? Кировских? Много. Ну, это же целая индустрия. Да, да, целая индустрия. По стране путешествуют, рассматривают. Почему? Потому что у нас у них перспективы нет, они понимают. А в Ростове у них вся вертикаль построена, там, от детского футбола до профессионального. Все правильно, конечно. Построение лестницы, так сказать, от начального класса и до... Это, собственно говоря, длинная такая история, можно сказать, но она дает плоды. И еще раз говорю, на Краснодарском футболе мы видим, что это правильная ступень движения вперед. Для развития края, для развития вязких футболистов. Но не верю я, что в Кировской области нет футболистов. В общем, я верно понял, что вот если создавать профессиональную команду, одну, единую, да, то прям хоть сейчас. Правильно понимаю? Я не думаю, что это прямо сейчас мы вышли, она уже есть. Нет, я имею в виду по уровню игроков. По уровню есть из кого, да. Есть из кого. У нас есть хорошо, отличный, по-моему, все-таки у нас детский футбол, он развивается хорошо, вот насколько он может, не имея вот этого. Если вот на самом деле всю эту пирамиду достроить до конца, то мне кажется, все сдвинется. То есть вопросы в организационных моментах, да? Вопросы, да. Кто-то должен возглавить процесс. Не только в организационных моментах, а понимание, понимание, как развивать, как в каком направлении идти, как помогать людям, которые занимаются на местах вот этим делом. То есть должен тот возглавить процесс, а остальные найти между собой общий язык и понять, что у нас общий язык. Ну а если конкретные советы давать, Олег, вот такие добрые конкретные советы властям, вот в каком направлении-то, собственно, какие меры необходимо прямо сейчас предпринимать, для того, чтобы профессиональная команда была... Прежде всего, вот правильно отметили, что здесь желание именно со стороны руководства, это первостепенно играет роль, и без этого никуда сейчас у нас не сдвинется. Потому что, так или иначе, каждый будет думать о своих каких-то моментах, о своих задачах, а объединяющим центром как раз вот должна служить или федерация у нас, или взаимодействие с руководством региона. Безусловно, это уже будет та сила, которая сможет вокруг себя все это объединить, и мы на это очень ждем и надеемся, что вот это все так и произойдет, и мы готовы помогать всячески, значит, в этом процессе. То есть губернатору надо просто собрать все заинтересованные стороны, посадить за один стол, поговорить один час, и все сдвинется. Все верно, да, надо, значит, встретиться, обсудить те аспекты, которые необходимы на сегодняшний день, услышать нашу сторону, чем мы можем быть полезными, и вокруг одного клуба сплотиться, объединиться, и тогда у нас, безусловно, надеюсь, и я уверен, что у нас все получится. — Тренеры, сопутствующие специалисты, это все есть у нас тоже? — Да, безусловно, конечно, есть. — Располагаем, с этим проблем нет? — Все есть, и больше скажу, что вот сейчас как раз идет работа, насколько я понимаю, по возвращению всех наших, значит, игроков, которые сейчас выступают на более высоком уровне к нам в Кировской области, потому что сейчас есть куда возвращаться, есть к какой цели двигаться, и уже вот этот посыл будет тем фактором, для того, чтобы здесь собрать именно серьезную боевую команду. Ну, в общем, планы довольно-таки светлые. — Планы светлые, планы, мне кажется, вполне осуществимые. — Поддержите ветерану, уважаемый, Александр Георгиевич, Валерий Григорьевич. Вот Александр Георгиевич давно уже не комментирует. — А он ведь человек момента, понимаешь? — Да, момента. — Он ждет, когда мячик рядом появится. — Естественно, давно хочется снова увидеть в Кирове хорошую мобильную команду. И если это произойдет, это будет только на пользу всем. — А как, ну да, тут инициатива все-таки должна в первую очередь на местах начинаться, да, а уж поддержка по линии того же Российского футбольного союза, она будет осуществляться, когда специалисты на высоком уровне увидят, что здесь действительно есть жизнь. — Есть, что поддерживает. — Да, действительно, что поддерживает, да. Так что все у нас перспективы, двери открыты, собственно, да. Мяч на нашей стороне, что называется, да, как говорят футболисты. Ну что ж, на этом завершаем, да, нашу передачу. — На оптимистической ноте, я бы сказал, да. Мяч на нашей стороне. — Мяч на нашей стороне. — Спасибо нашим гостям, Олег Швецов, Валерий Урин, Александр Козловских. До новых встреч. — Надеюсь, да. — Наша беседа уже в традицию в такую вошла. — Следующая наша беседа уже будет о более таких конкретных и приятных вещах. — С удовольствием приедем приглашать, если мы будем помогать развитию кировского футбола. И как практики, даже как практики, как советчики, так и люди, которые проиграли и проработали в советском футболе, собственно говоря, да, Саша, и в детском развитии футбола. С удовольствием приедем и будем помогать. — Спасибо всем, всем успехов. До свидания, всего доброго. — Всего доброго. — Спасибо. — До свидания. — Спасибо.